Как сделать электронную подпись и для чего она нужна, какие возможности даст первый в Тюмени центр спортивной гимнастики и когда построит поликлинику в Ямальском-2. Об этом не только расскажем в ближайшие минуты. В эфире программ Новостройка. Я Гульнара Успанова. Здравствуйте. Тюменцы все чаще стали обращаться за услугами Росреестра онлайн. Только за пять месяцев 2019 в области было подано свыше 30 тысяч заявлений. А это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, для получения услуг в электронном виде необходима и соответствующая подпись. Электронная. Сделать ее можно в кадастровой палате. Как расскажет ведущий инженер отдела информационных технологий Елена Киселева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, в чем преимущество получения сертификата электронной подписи в кадастровой палате? Ну, во-первых, это несомненно цена, которая составляет 700 рублей. Она одинакова и для юридических лиц, и для физических лиц. Во-вторых, это срок действия сертификата, который составляет 15 месяцев. Вообще, процедура получения электронной подписи, она сложная. Откуда нужно обращаться? Процедура несложная. Все действия реализованы в электронной форме на сайте uc.cadastra.ru, где пользователь может зарегистрироваться. То есть нужно обязательно иметь какой-то личный кабинет? Да, зарегистрировать свой личный кабинет, зайти в него, и уже из него отправлять и получать в электронной форме все необходимые документы. И поскольку электронная подпись – это аналог собственноручной подписи и имеет ту же самую юридическую силу, все-таки получать электронную подпись нужно будет прийти в офис кадастровой палаты, чтобы удостоверить его личность. По всем вопросам получения электронной подписи можно будет обращаться к администратору удостоверяющего центра по телефону 259-00. Елена, а где можно воспользоваться электронной подписью? В каких сервисах? Есть какой-то список? Да, список существует. Он также находится на сайте удостоверяющего центра кадастровой палаты. Здесь есть весь список, где принимают наш сертификат. Список на данный момент включает в себя 28 информационных ресурсов. Он улучширяется. Спасибо вам большое, Елена, за подробную информацию. Пожалуйста. Далее отправимся на экскурсию по строительным площадкам. И первый объект – это строящаяся поликлиника в Ямальском-2. Ее возведут по соседству со школой-гимназией и новым детским садом. Что представляет из себя будущее здание и какие отделения там планируются, нам рассказал начальник участка Александр Степанов. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Гуля. В Ямальском-2 уже в прошлом году была сдана новая школа. В этом году сдадут первый детский сад. И вот вы строите поликлинику. На каком этапе работы и когда зашли на объект? Зашли в апреле этого года. На данный момент строительство ведется на стадии нулевого цикла. Сейчас заливаем фундамент на плиту под здание. И скоро начнем заливку стен. Сколько человек работает? Сколько бригад на данном этапе работает? Техники сколько? На данном этапе работает одна бригада, но она довольно многочисленная, около 30 человек. Плюс подсобные рабочие всякие к ним, механизаторы. Ну, около 50 человек получается. А планируется увеличивать количество бригад, количество техники? Да, конечно. Сейчас здесь две техники, две единицы. На данный момент у нас как бы три техники. Кран, погрузчик и метла, по-русски говоря, которые подметают улицу прилегающую. Ну, а в дальнейшем, когда мы развернемся более широко, так сказать, планируется добавить и людей, и технику. Также планируется скорый монтаж башенного крана после возведения нуля и так далее. Это когда будет? Это примерно ориентировочно через месяц. Это уже на каком этапе? Это уже фундамент будет готов? Этот фундамент будет сделан, и будут залиты стены цокольного этажа. Ну, сейчас визуально оценить, какой будет поликлиника невозможно. На этапе котлована расскажите вот на словах, как поликлиника будет выглядеть, сколько этажей, какова площадь? Общая полезная площадь будет в пределах 10 тысяч метров квадратных. Этаж у нас будет 8 этажей и плюс цокольный этаж. В цокольном этаже будет располагаться подстанция скорой помощи с 8 парковочными местами там же, и электродный томограф в правой части здания. Первый этаж будет занимать вестибюли и рецепшн. Второй этаж, в левой части здания будет располагаться женская консультация. На дне 3, 4, 5 этажи детское отделение. С правой стороны будет располагаться взрослое отделение с 1 по 6 этаж. Седьмой этаж будет как бы подсобное помещение и бытовое помещение обслуживающего персонала. И восьмой этаж – это большой актовый зал. Она также должна довольно, так сказать, вписаться в общую конфигурацию окружающих зданий. Также будет штукаторный фасад. В общем, она будет как бы гармонировать с данными зданиями. Проект повторного применения подобной поликлиники уже есть? Или это вот новая? Да, примерно такая же поликлиника находится на Московском тракте. Это пятая поликлиника. Единственное, что там фасад вентилируемый, а у нас будет штукаторный фасад. А материалы, которые используете при строительстве, техника строительства? Здание монолитно-каркасное, с заполнением силикатными блоками наружных стен, утепление минплитой и штукатурка. Внутренние стены в основном выполняются из кирпича. Если говорить о безопасности здания, то есть какие системы будут предусмотрены? Ну, также в здании предусмотрены, вот в обеих половинах предусмотрены по два лифта. Один на один лифт, как бы, ну, общего пользования, второй лифт для пожарных расчетов. Так же будет предусмотрена система пожаротушения. Снаружи здания будут пандусы сделаны, внутри тоже никаких порогов не предусмотрено. Можно ездить на колясках. Очень даже просто. Территория. Как будет выглядеть вот благоустройство здесь? Территория довольно большая получается. Очень много будет парковочных мест, озеленение будет. Отсыпаться будет примерно около двух метров вокруг здания ближе. Когда у вас сроки сдачи? Когда будет готов? Ну, по планам, наша поликлиника сдается в четвертом квартале 2020 года. Спасибо вам большое. Пожалуйста. В Тюмени строят первый центр спортивной гимнастики. Его возводят на участке в створе улиц Волочаевской, Таежной, Ватутиной и Дружбы. Это будет современное здание разноэтажной высотности от одного до четырех и состоящая из нескольких корпусов. Подробнее о возможностях будущего центра нам рассказал главный инженер компании-застройщика Евгений Аникин. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, когда зашли на объекты и на каком этапе работы? На строительную площадку мы зашли в конце апреля этого года. Сейчас мы выполняем монолитное строение нашего здания. Четвертый блок сейчас, как вы видите, идет монолитное строение второго этажа. Остальные блоки идут ступенями. Третий блок – первый этаж. И строим фундаменты второго блока. Это первый гимнастический центр. Материалы все типовые. Монолитный каркас на железобетон. Инженерные сети, как водоснабжение и канализация, уже смонтированы в пределах строительной площадки. Отапливаться будет помещение своей газовой котельной. Газовую котельную сейчас монтируют. И к осени планируем подвести газ и запустить тепло. Здание достаточно большого размера. Площадь здания около 6000 метров квадратной. А спортивный зал будет 66 на 33 метра. Больше 2000 метров квадратных. Высота здания будет в коньке 15 метров. Рабочая высота спортивного зала будет 12 метров. Основное помещение – это, конечно, спортивный зал. А какие еще залы предусмотрены? Всего здесь три зала. Один, как я уже говорил, зал спортивной гимнастики. Он предназначен для проведения тренировок и соревнований. А также на втором этаже будет располагаться еще два зала. Один малый зал гимнастики и хореографии для начинающих, так скажем, ребятишек. И зал индивидуальной силовой подготовки. Строительная площадка довольно удачно выбрана. Здесь нет какой-то жилой новой застройки. Поэтому грунт спокойный, без каких-либо вмешательств, не перерытый, с плотным основанием. И так как мы находимся недалеко от реки, то есть высота берега большая, уровень грунтовых вод низкий. А раньше здесь был просто пустырь? Да, раньше здесь был пустырь и спортивная площадка. Старая спортивная площадка. Как-то расчищать территорию пришлось? Были какие-то насаждения здесь? Здесь было много деревьев. Пришлось их сносить. Но взамен этих деревьев будут посажены новые. В таком же количестве, но не в этом районе. А здесь мы посадим газон, посадим кустарники и посадим деревья. Площадь озеленения на этой площадке будет больше 1000 метров квадратных. То есть здесь можно будет проводить уже такие профессиональные тренировки? Здесь можно проводить не только тренировки, но и соревнования. Для этого предусмотрено и оборудование, и складные трибуны на 256 человек. На самой территории предусмотрены тоже какие-то спортивные площадки или только внутри помещения? На самой площадке нет. Только тротуары, парковочные места, озеленение, ну и лавочки. Обе новостройки, на которых мы побывали, будут сданы в четвертом квартале 2020 года. Тем временем в этом году в области возведут 17 социальных объектов. Это 4 детских сада. В Тюмени на улице Мебельщиков и в Ямальском 2, Тобольске и Висецке. 5 школ в Тюмени на Борисе Житкову уже сданы. Также в Тобольске, Заводуковске, Вувадском и Тобольском районах. Завершается строительство спортивного корпуса для 5-й Тюменской школы на улице Холодильной, спортивных комплексов в Ярковском и Тюменском районах. А в Тобольске появится крытый ледовый каток. Есть объекты в сфере здравоохранения. В Заводуковске в этом году появится новая стоматология. В селе Амутинском отделение судебно-медицинской экспертизы. Тобольский филиал поликлиники. И это все, что мы успели рассказать. Еще больше новостей о рынке недвижимости обещаем в следующем выпуске. Не пропустите. И напомню, программу «Новостройка» можно смотреть также на канале Тюмен Тайм в Ютубе. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!